Вакцинироваться или нет? Такой вопрос себе задавал в этом году, наверное, каждый житель России. Но если QR-код у вас уже есть, не спешите переключать телеканал. Осень. Время ОРВИ, поэтому в муниципалитете началась кампания против гриппа. Сегодня к нему относятся без опаски. Переносят на ногах, говорят, поболит и пройдет. Однако грипп – вирус коварный. Даже у здоровых людей он может повлечь осложнение – пневмонию или бронхит, сердечно-сосудистые проблемы и сбои в работе нервной системы. Поэтому с 1 сентября медицинские учреждения муниципалитета ждут всех жителей на сезонную вакцинацию. Противопоказания, как для любой вакцинации. Что противопоказания? То, что сейчас телек болеет. В этот период не надо вакцинироваться. Если он температурит, если у него обострение хронических заболеваний, нужно воздержаться. 10-12, максимум 14 дней и дальше можно прививаться. Запрещено делать прививку и людям с непереносимостью куриного белка. Он входит в состав вакцины от гриппа. По этой же причине внимательно относятся и к пациентам с аллергией на желатин. В остальных случаях прививаться можно и даже нужно. Но у каждого на этот счет свое мнение. Лично я не вакцинируюсь от гриппа, потому что мутирующий вирус каждый год. Пропиваем просто витамин С и все. Ежегодно. Я и ребенок. Я от ковида сделала и от гриппа тоже буду делать чуть позже. В сентябре, в октябре, наверное. При этом вакцина от гриппа не спасает человека от коронавируса. Работает это и наоборот. Поэтому сегодня рекомендовано привиться и тем, и другим. Важно, что между вакцинациями должно пройти не меньше месяца. Если человек болеет ковидом и еще заболеет гриппом, то действительно будут более сложные, более тяжелые течения обоих заболеваниях. Организм один, иммунитет один. Если у нас будут с вами защитники антитела против ковида и против гриппа, то все-таки, надеемся, пандемии хотя бы гриппа не будет. А исследования показали, что такая ситуация вполне вероятна. Сегодня в муниципалитет уже поступила первая партия вакцины «Совигрипп». Прививка бесплатна. Ее можно сделать, заранее записавшись через портал госуслуг, поликлинику или местную амбулаторию.